Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Мария Филинкова. Смотрите выпуски. Контроль аварийности усилит рабочая поездка губернатора в Новочеркасск по безопасности дорожного движения. Так вот, уважаемые главы, это тоже критерии вашей личной оценки. Смертность на дорогах уверенной вам территории. Квитанция потяжелеет на 3,5%. 1 июля вырастут тарифы ЖКХ. Для городского населения в домах с электроплитами и сельского населения в пределах социальной нормы 2 рубля 60 копеек, рост 8 копеек. Рай для гуляющих, новобрачных и даже для собак. Ростовский парк Сабино преобразится до конца года. Там, конечно, будет и площадка для игры, дрессировки собак, и площадка для церемоний, выездных регистраций в том числе, и велопрокаты, велодорожки. Сыр съел трактор. Расправа с санкционным продуктом из Литвы. Была выявлена данная продукция без маркировки, без позволительных знаков, этикетка на иностранном языке. Матч Ростова откроет чемпионат. Футбольная премьер-лига представила календарь нового сезона. Спецгашение к 950-летию Азова. На исторической марке и штемпеле герб города-юбиляра. Почтовая издательская продукция выпускалась, посвященная нашему городу, на 900-летие Азова в 1967 году. Усилить контроль аварийности на дорогах потребовал Василий Голубев от глав городов и районов. Показатели смертности в ДТП в этом году снизились на четверть, и динамику необходимо сохранить. Заседание комиссии по безопасности дорожного движения губернатор провел в Новочеркасске и посмотрел, как учат ПДД в детском саду. Можно ехать, знаете, дети, только на велосипеде. Что это за знак такой? Это знак разрешающий. Он разрешает о том, что тут можно кататься на велосипеде. Самые важные и простые правила дорожного движения эти детсадовцы уже выучили. Я знаю знак «Велосипедная дорожка». Знак предупреждающий, что рядом дети. Знак «Стоп». Значит, дальше дороги нет, уточняет Анечка. И правила перехода дороги она тоже знает на отлично. С самого раннего дошкольного детства мы приучаем детей соблюдать правила дорожного движения. И очень хорошо, что сейчас очень много интерактивных игр, которые помогают детям соблюдать правила, изучать эти правила и применять потом в жизни. Классы по безопасности дорожного движения есть во всех детских садах региона. Но одних знаний бывает мало. Родители могут обезопасить детей в темноте с помощью светящихся наклеек. Такую необычную майку вручили губернатору на выставке продукции для безопасного движения. Мы предлагаем отражатели, изготовленные по уникальной технологии. Мы запатентовали. Будем рады тому, что если с нами захотят сотрудничать через министерство, хотя бы образование как-то вводить до детишек, доносить это все. Уже на совещании Василий Голубев поручил главе Минобра изучить предложение бизнеса и промониторить ситуацию с дополнительными профилактическими мерами. Речь шла и об установке современных светофоров на перекрестках, разделительных отбойников между встречными полосами. В этом году на дорогах области погибло 167 человек. Что самое неприятное, это люди работоспособные. Это люди в активной фазе жизненной, когда у них есть возможность работать в экономике, в социальной сфере и так далее. Так вот, уважаемые главы, это тоже критерия вашей личной оценки. Смертность на дорогах уверенной вам территории. Василий Голубев оценил работу системы «Безопасный город». В Новочеркасске она лучшая в регионе, а потому губернатор поручил организовать здесь поучительный семинар для глав всех муниципалитетов. После совещания по безопасности губернатор провел встречу с депутатами, обсуждали нацпроект «Городская комфортная среда». По нему самые активные жители получат деньги на благоустройство дворов. Кто лучше предлагает идею, кто готов ее лучше реализовывать, тот и получает право финансироваться из различных источников областного, федерального и других бюджетов. В этом году на благоустройство региона потратят миллиард рублей. Анна Туполева, Мария Индрикова, Станислав Фоменко, ДОН-24, Новочеркасск. В Волгодонске построят сердечно-сосудистый центр, в Зверево новую библиотеку, а в Кагальницкой спортивный комплекс с бассейном. Все это результаты обращения граждан в интерактивную приемную губернатора. На очередном приеме рассмотрено 8 жалоб и пожеланий жителей области. Сосудистый центр Волгодонский станет седьмым в регионе. Квалифицированную помощь и удобство лечения получат сотни дончан. Если пациенту с сердечной патологией необходимо высокотехнологичное обследование, лечение, то приходится обращаться в Росток. А это, простите, около 250 километров. На необходимое оборудование уже выделено 55 миллионов рублей, докладывает глава Минздрава. Прием пациентов начнется в конце года. А у нас там помимо Волгодонска Дубовский, Волгодонский, Мартыновский, Цемлянский, Зимовниковские районы. То есть такое значительное событие, в том числе и в улучшении качества здравоохранения. Следующий видеозвонок из Зверева. Там ждут новую библиотеку. Та, что есть, размещается в таком старом здании, что даже на минуту зайти за книгой не захочешь. Она считается запах, да, в классе, в треярсе. В таком помещении абсолютно нефигантно находиться, а ведь более дети. Уже в ноябре дети смогут брать литературу в новой модульной библиотеке. На нее выделено 24 миллиона рублей. Такая приличная конструкция, потому что у нас есть модульные ФАПы, как вы знаете, модульные детские сады или пристройки мы делали, модульные школы даже есть. Я на севере области видел такие объекты, они двухэтажные. Вопрос о школе, но не общеобразовательной, а творческой, тоже прозвучал из Миллеровского района. Там проблема с канализацией. В порядок ее приведут к ноябрю. Жителя станицы Кагальницкой волнует, когда достроят спортивный центр. Он будет готов к первому сентября и обустроен всем необходимым для людей с ограниченными возможностями, рассказал глава района. Вопрос из Донецка от переселенцев из ветхого жилья. Пятиэтажку для них начнут строить в августе и сдать планируют через год. Я этот вопрос беру на личное сопровождение, учитывая, что этот вопрос касается такого количества людей, находящихся, я бы сказал, в непростой жизненной ситуации. Обращения из Донской столицы касались ремонта детской спортивной площадок на Каменке и освещения улицы на Болгарстрое. Решения по всем вопросам положительные. Мария Индрикова, Станислав Фоменко, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Тарифы ЖКХ вырастут 1 июля. В среднем сумма платежки вырастет на 3,42%. Хотя руководитель региональной службы по тарифам подчеркивает, цены коммунальных услуг в Ростовской области остаются самыми низкими в ЮФО. Так, за киловатт-час электричества в пределах соцнормы горожане будут платить на 12 копеек больше. 3 рубля 72 копейки. И 5,19 после ее превышения. Для городского населения в домах с электроплитами и сельского населения в пределах социальной нормы 2 рубля 60 копеек, рост 8 копеек. Сверх социальной нормы 3 рубля 63 копейки, рост составит 10 копеек. Напомню, что для городского населения в домах с электроплитами и сельского населения к тарифам на электрическую энергию принимается понижающий коэффициент 0,7%. Плата за тепло в среднем вырастет на 4%, рост тарифа на воду и водоотведение не более 2%, на газ 3,9%. В службе по тарифам напоминают, что по-прежнему те, кто платит за коммуналку больше 20% общего дохода семьи, могут получать субсидию. Изменения цифр в квитанциях заметим в августе. Проблемы капитального ремонта многоквартирных домов. Основной вопрос открытого сегодня Межрегионального форума ЖКХ Юга России. Участники обмениваются опытом реализации программы и наш регион, в числе тех, кто может в этом плане многому научить. Активно идет у нас процедура зачета. То есть, когда собственники дополнительно и здесь, и сейчас сбрасываются деньгами, делают капитальный ремонт, а потом не платят минимальный взнос за капитальный ремонт в течение какого-то времени. К тому же, собственники могут поменять запланированные работы на более актуальные. Например, если латание крыши подождет, отремонтировать подвал. А еще Ростовская область – один из немногих регионов, где капремонт можно сделать в кредит. В этом году у нас тоже одни из самых больших показателей по России – плана выполнения капитального ремонта. Поэтому мы должны тут тоже приложить немалые усилия для того, чтобы справиться. В этом году на Дону должны капитально отремонтировать не менее 900 многоквартирных домов. Площадки для игр и дрессуры собак, велодорожки, зона отдыха с Wi-Fi и даже место для регистрации брака – все это должно появиться в ростовском парке Сабино совсем скоро, до конца года. Эскиз преображения территории представили жителям железнодорожного района, чтобы они могли внести свои пожелания. А деньги дал федеральный проект благоустройства. След былой еще советской роскоши – ветхая площадка летнего кинотеатра. Здесь людям постарше есть что вспомнить. Место было действительно ярким. А я помню, когда еще была девчонкой, здесь этот парк был чудесный. Здесь были танцы лучшие в городе Ростове. Представляете, здесь играл оркестр духовой. Танцы были. И пожилые, и молодые танцевали. Теперь тут планируют зону отдыха нового времени с Wi-Fi, а к старым пешеходным дорожкам добавят велосипедную. В проекте архитекторы учли пожелания людей и обещают сделать парк самым современным в городе. Главная идея проекта и главная концепция в том, чтобы разделить парк на две зоны – активного отдыха и тихого отдыха. И если говорить о тех нововведениях, которые мы концепции предлагаем, то там, конечно, будет и площадка для игры, дрессировки собак, и площадка для церемоний, выездных регистраций в том числе, и велопрокаты, велодорожки в парке, которые не мешают мамам с детьми. Реконструкция парка Сабино станет подарком к 80-летию области. Стройку начнут в сентябре и планируют быстро закончить – до конца года. От того объема, который будет в этом парке, мы поймем, до конца года будет в полном объеме выполнен, либо какие-то минимальные объемы работ все-таки перейдут на следующий год. Я предполагаю, что возможно к переносу, к примеру, озеленения, под которых есть определенный период времени, в который необходимо эти работы выполнять. Деньги на преображение парка нашли благодаря участию в федеральном проекте формирования комфортной городской среды. Третьего бюджета идет на реконструкцию визитных карточек города, памятников, зданий и парков. Остальная большая часть – на дворы многоквартирных домов. Евгения Нагорская, Дон-24, Ростов-на-Дону. Как улучшить качество жизни ветеранов и пожилых людей обсуждалось за круглым столом в общественной палате области. Основные вопросы – помочь с ремонтом, домашними делами и походом к врачу. Больничная проблема не только очереди к узким специалистам. Судя по обращениям, люди просто не знают, например, о существующих квотах на лечение. Есть часть людей, которая удовлетворена, а есть часть людей, которая не удовлетворена. А есть прослойка людей, которые ничего не знают. Так вот, мы должны, и вот сейчас круглый стол наш, участники круглого стола, должны сделать все, чтобы этих людей, которые не знают об этой работе, было как можно меньше. Особые сложности возникают у одиноких пожилых людей в небольших населенных пунктах, где нет крупных благотворительных или волонтерских организаций, куда можно обратиться, если, скажем, упал забор, потекла крыша, провалились полы. Главы местных администраций помочь не могут, потому что тратить на такой ремонт деньги местного бюджета не имеют полномочий. Потому что получается какой-то вот просто абсурд. Повалился забор у человека, он сам не может сделать. А кто будет делать? Ветераны, ветераны, волонтеры? А из чего делать? Это надо кому-то обращаться. А если бы был какой-то 5-процентный, будем так говорить, резерв, то можно было этот резерв использовать именно для этого. Комиссия общественной палаты, в которую вошли представители областного правительства, пенсионного фонда, медицины и общественных организаций, решила обратиться к областному ЗАГС-собранию, чтобы дать полномочия главам городов, районов и поселений, тратить хотя бы 5 резервных процентов бюджета на адресную помощь. Также предлагается ввести уполномоченных по правам пожилых людей. Юлия Сурикова, Фатима Зурабова, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Завтрашняя пятница станет Всероссийским днем бесплатной юридической помощи. Его организацию обсудила Комиссия общественной палаты по развитию институтов гражданского общества и защите прав человека. Принимать граждан будут в 11 пунктах. Их адреса ищите на сайтах ЗАГС-собрания и общественной палаты. Проанализировав обращение о дончан, комиссия выделила основную проблему – микрозаймы. Поэтому на встречу пригласят не только адвокатов. Те, помимо адвокатов, которые традиционно принимают участие в этом дне, примут участие еще представители нотариальных палат, а также представители службы судебных приставов, которые окажут консультации потребителям финансовых услуг. Готовится палата и к дням правового просвещения, которые проведут в октябре и ноябре. Школам предложат открыть у себя постоянные консультационные пункты, где школьники, родители и учителя смогут получать правовые консультации. А министру образования страны отправлено письмо с предложением ввести в школах новый предмет для повышения юридической грамотности школьников. Все это региональный проект адвокатура в школе. Смотрите дальше в выпуске. Сыр съел трактор. Расправа с санкционным продуктом из Литвы. Данная продукция без маркировки, без опознательных знаков, этикетка на иностранном языке. Матч Ростова откроет чемпионат. Футбольная премьер-лига представила календарь нового сезона. Шесть позиций из восьми – наши. Практически вся символическая сборная чемпионата России составлена из гандболисток Ростов-Дона. Спецгашение к 950-летию Азова на исторической марке и штемпеле – герб города-юбиляра. Почтовая издательская продукция выпускалась, посвященная нашему городу на 903-е Азова в 1967 году. Мелкая контрабанда тоже контрабанда. И пощады ей нет. Пять головок сыра «Пармезан» погибли в неравной битве с трактором. А все потому, что приехали на дом нелегально. Санкционную запрещенку таможенники обнаружили на ростовской торговой базе. Выяснилось, что сыр произведен в Литве. Значит, попадает под ответные российские санкции и съеден быть не может. Была выявлена данная продукция без маркировки, без опознательных знаков. Этикетка на иностранном языке, что способна факту, что данная продукция является санкционной. Информацию о незаконной находке таможенники передали в Россельхознадзор, сотрудники которого вывезли «Пармезан» в промзону и бросили на растерзание трактору. В пяти головках было 20 килограммов сыра. Окончить кадетский корпус и не поступить в нужный вуз, это надо постараться. 97% кадет идут учиться, куда хотят, в лучшие военные училища страны. Не станут исключением и 20 выпускников Донского кадетского корпуса в Новочеркасске, получившие аттестаты о среднем образовании. У Эдарда Дурнева золотая медаль. Учился старательно, чтобы реализовать мечту – поступить в Московское высшее командное училище. Очень большой конкурс, то есть это считается как кремлевские курсанты, одно из самых лучших военных учебных заведений в России. В кадетских корпусах результаты ЕГЭ выше, чем в среднем по области. Учатся здесь буквально от восхода до заката. Свободное время всего пару часов до отбоя и выходной. Самое сложное – это, наверное, подъем в 6 утра. Это самое сложное – это встать. А потом уже день, как по накатанной, идет хорошо. Алексей Болохов тоже выходит с золотой медалью и поступает в Воронежскую военно-воздушную академию, чтобы проектировать военные аэродромы. Также кадеты подадут документы в Новосибирское высшее командное училище, военную академию связи в Санкт-Петербурге и другие престижные вузы. Знаний и физической подготовки для этого достаточно. Мы придерживаемся традиций казачьих, традиций, которые было еще с 1883 году. Поэтому стараемся занять кадет спортом. У нас 14 кружков спортивных и интеллектуальные кружки. Поэтому конкурс в кадетский корпус большой. А точнее, пять человек на место. Помимо школьных предметов, здесь дают знания по основам православной культуры, историю казачества, военному делу. Довольны такой программой и родители. Благодаря за то, что детей действительно подготовили как государственников, как патриотов, как тех, которые готовы, осознанно готовы выполнять функции гражданина по защите своего отечества, приносить пользу своей родине. В системе донского казачьего образования 300 учреждений. В них учатся 50 тысяч человек. Мария Индрикова, Станислав Аменко, ДОН-24, Новочеркасск. Футбольный Ростов откроет очередной чемпионат страны. Его гостевой матч с Уралом станет первым в сезоне 2017-18 и начнется в 15.00 в субботу 15 июля. Российская футбольная премьер-лига представила календарь чемпионата на первые 8 туров. Первый домашний матч Ростова во втором туре. В 8 вечера воскресенья 23 июля на Олимпе начнется встреча с Грозненским Ахматом. Именно так после переименования называется Терек. Заметим, что в шести первых турах наш клуб играет с середняками и аутсайдерами и только в 7-м 20 августа примет Дома Краснодар, а в 8-м 27 августа отправится в гости к Зениту, где обустраиваются бывшие ростовчане Набоа, Полос, Ерохин и Терентьев. Лучшими гандболистками чемпионата страны названы в подавляющем большинстве игроки Ростов-Дона. Что неудивительно, наш клуб в сезоне 2016-17 притягивал золото и выиграл 4 турнира. Символическую сборную российского чемпионата Федерация гандбола составила, опросив руководителей клубов. И в нее вошли Вратарь Катрин Лунде, правый крайний Юлия Моногарова, правый полусредний Анна Сень, левый полусредний Владлена Бобровникова. А Майя Петрова стала сразу и лучшим линейным, и лучшим защитником. И только позиции разыгрывающей и левой крайней заняли игроки серебряного призера Лады Дарья Дмитриева и Дарья Самохина. Так что у нас 6 первых мест из 8. Разгромная победа, как и в чемпионате, где наши девушки, напомню, выиграли все 26 матчей из 26. Почтовую марку с гербом Азова погасили сегодня в Азовском музее-заповеднике. Спецгашение к 950-летию города проходило одновременно в Азове и Москве. Эта марка продолжила серию гербы России, в которую уже вошли две российские столицы. Почтовая издательская продукция выпускалась, посвященная нашему городу на 900-летие Азова в 1967 году. И вся страна, Союз Советских Социалистических Республик узнал, что на территории страны существует один из древнейших городов России, связанный с Азовским осадным сидением дамских казаков, с Петровскими походами, строительством знаменательного первого русского флота. Первую погашенную марку оставили на хранение в музее-заповеднике. Всего выпустят 600 тысяч юбилейных знаков. Полторы тысячи из них останутся в городе. Купить эту интересную для коллекции марку можно на главпочтамте Азова. На сегодня у меня все. Еще больше новостей на сайте дом24.ру В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти». Азовский философтам Азовский философтам Азовский философтам Азовский философтам Азовский философтам